здравствуйте меня зовут светлана налетова я очень рада что вы заглянули на канал сад без секретов сегодня будем говорить о репчатом луке все мы хотим получить такие увесистые хорошие головки лука кто-то добивается чтобы они весили 300 400 граммов кто-то показывает нам результаты 600 800 граммов и это очень хороший урожай сегодня мы побываем в гостях у челябинского садовода елены омаровой в уральском саду она добивается того чтобы головки лука у нее весили килограмм и даже полтора килограмма это сорт эксибишн но прежде чем вы начнете смотреть видео с советами елены по выращиванию репчатого лука я бы попросила вас поддержать наш канал для этого достаточно подписаться нажать на колокольчик и поставить лайк это лук эксибишн это считается лук салатного назначения но я хочу вам сказать что я им пользуюсь как обычным репчатым луком то есть абсолютно не вижу никакой разницы в приготовлении а вообще для салата он идеальный лук во первых он очень очень сочный во вторых у него нет вот этой вот резкости которые в нос дает он очень сладкий то есть как бы очень классный лук выращивать очень просто мне кажется любой садовод вырастет но немножко меньше весом рассказываю почему этот лук выращивается только семенами поэтому я его высеваю где-то середина февраля и в марте если вы посадите феврале значит он будет вот примерно вот такой вот если вы посадите в марте он будет немножко меньше вы можете даже посадить его в апреле но вырастет он грамм 300 то есть как бы он будет довольно крупный лук но не такой вот крупный что делаю я немножечко в отличие от многих других единственная разница в том что я заморачиваюсь я сею каждое семечко в отдельный стакан и чем выше стакан тем лучше то есть не маленькие стаканчики а 500 граммовые не широкие а высокие пусть он будет узенький стаканчик но он будет высокий потому что корневая у него очень длинная то есть оси и каждый в каждый стаканчик посеяла все я не подстригаю макушки я не подстригаю потом корни ничего с ним не делаю сей я в обычную землю вот семена томатов высевая и в эту же землю я высеваю тоже самое лук так как я высеваю феврале но где-то пускай дней 10 там он всходит где-то начало марта уже появляется у него перо вот это вот первое которое потом она уходит это перо начинаются настоящие листья и где-то он у меня недели две стоит он вернее стоит до того момента когда я вынесла его в теплицу а вообще конечно нужно будет подсветка иначе он будет заваливаться у людей у многих как у томатов принципе не менее 12 часов то есть как бы ну вот утром во сколько встала встала там 67 включила вечером ложусь спать 8 9 10 ну то есть где-то в это время выключила то есть многие сеют вот просто в какую-то плошку общем прям прям кучкой так вот насеяли тоже можно если вот нет время возможности нет места чтобы эти стаканы расставить у меня есть место я ставлю посадили в ложку все то же самое делаете потом просто эту ложку замачиваете в воде потихонечку так вытряхиваете эти корни вытаскиваете ножничками все что там лишнее обрезали макушечки там завалились обрезали и посадили тоже будет хороший лук может не будет гигантский но хороший будет еще почему такой крупный лук у меня а дело в том что у меня зимняя отапливаемая теплица но не зимняя такая скажем а ранне весенние и я этот лук очень рано выношу на холод можно сказать то есть в марте у меня его на окнах где он у людей от жары от сухости вытягивается и приходится подстригать я этого не делаю я выношу просто в теплицу она уже топится но там еще температура такая для лука самое идеально то есть он там прохладненько он не любит жару не любит сухость то есть ему там хорошо все приходит конец апреля май смотрим по погоде делаем глубокие лунки и делаем простую перевалку со стаканчика в землю все в землю что я добавляю в принципе грядки с осени не готовлю потому что у меня все это весной происходит где куда я буду садить заранее как-то не знаю получается что для него делаю только зола и мел песок песок речной зола и мел все больше я ничего не кладу то есть я перекопала сделала лунки в луночку пролила добавила золы добавила мел и песка на дно все прям не знаю щепоткой щепоткой такой щепоткой такой так присолила так сказать немножечко но золы можно побольше золу он любит поэтому золу можно даже просто потом по грядке и в принципе ну смотря какая почва если щелочная там много золу не надо но вообще золу он очень любит а насчет подкормок он у меня немножко обделен в этом плане потому что специально для лука я ничего не покупаю я полила например подкормила помидоры остатки раз развела значит идет луку огурцы значит лук в общем вот так вот много не делаю подкорма где-то получается ну две ну максимум может быть три подкормки все помидоры я могу подкармливать кристаллоном томатным где полная формула плюс микро макроэлементы либо простейшая добрая сила в принципе очень хорошее удобрение в котором тоже все микро и макроэлементы отдельно ничего просто там азотом калием там чем-то я не кормлю потому что можно чего-то дать много чего-то дать перекос какой-то вот поэтому лучше все таки комплексы поэтому я и овощи кормлю комплексами ну и вот луку в то что досталось тут осталось вроде он доволен не жалуется полив любит в этом году так как было очень аномально жаркое начало лета это очень плохо конечно для лука вот сейчас бы ему вот это это было бы хорошо он бы засох можно сказать и на на грядке а так когда нужно было много воды было очень жарко может быть он бы еще немножечко больше набрал бы вес вообще положено грубо говоря за месяц потом ну как бы в июле я уже реже 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 то есть если два раза в неделю поливаю при жаре овощи то его уже раз в неделю но если дожди тут можно ничего не можем сделать у меня все спрашивают и что вы отгребаешь игру нет но когда он становится вот уже покрупнее я поливаю не между ряди поливаю прям по головке которая немножечко землю размывает но этому луку этого не требуется он сам просто вот наружу вот так вот выпирает и просто вот до самого донышка вот вот он прям вот так вот как будто его положили на грядке он у меня даже вот не на половину никак он не в землю он сам ну вот и в принципе вся агротехника ничего сложного абсолютно нет кроме эксибишина я садила в прошлом году русский размер он был точно такого же размера и и по форме по размеру он в принципе я даже не могла понять где какой но по вкусу все-таки эксибишин посладше и посочнее тот точно такой же крупный но немножечко как бы со стринкой а так он тоже очень крупный в этом году я также выращивала лук с семенами простой вот ялтинский глоба ну и разные другие луки которые просто продаются в пакетиках в любых семенных магазинах семенами единственное что я тоже посеяла их но не феврале в марте и сеяла вот я их не отдельно в стаканчики вот эти были просто в плошках то есть как бы в общем стаканчики в общей в общей таре были несколько штук вот я их посеяла и тоже очень довольна тоже не заморачивалась особо принципе то же самое что было и с эксибишин пересадила здесь подрезала уже и корни подрезала и верхушечки потому что они уже были потоньше и немножко заваливались все то же самое надеюсь что эти советы елены амаровой вам пригодятся и вы сможете добиться такого же впечатляющего результата с урожаями репчатого лука если вам понравились эти советы ставьте лайки подписывайтесь на канал сад без секретов нажимайте на колокольчик в комментариях к этому видео расскажите какие сорта репчатого или лука порея или зеленого лука вы выращиваете удачи